Пусто слов, пусто звон. Это человек, который просто привык возвращаться на каких-то скандалах. Где-то рыбалка у него была, где-то Мальдивы. Там нет местных, там все пришельцы. Сегодня занимаются гипнозом для того, чтобы в Бельцах сделать революцию. Вот для чего. Или в стране сделать революцию. Отец это отец, а мать это мать. Квартира, квартира это не моя, квартира это моей супруги. То есть она участвовала в приватизации. Мы живем в этой квартире. Это квартира ее родителей, которые оставили ей. Мы живем в этой квартире. Поэтому у меня декларация ноль. Квартира. У нас в команде, вы посмотрите, если у нас нет политики. У нас в команде объединились бельчане, которые выступают сегодня за развитие Бельц. И нашего города. За улучшение жизни в нашем городе. И чтобы в нашем городе молодежь хотела остаться, отсюда не уехать. Поэтому сегодня муниципальные советники, нас 40 в списке. И если вы обратите внимание, там есть очень многие, которые разных политических взглядов были. Но сегодня это одна целая команда, потому что мы не преследуем в нашем городе политику. Мы не рвемся в парламент, мы не рвемся в депутаты. Мы пришли в муниципальный совет, чтобы работать для Бельца. Александр Усатый, потому что он сегодня любит наш город, он пересмотрел свои взгляды. Он сказал, что он больше в политику не играет. Я тоже самое высказался. И мы объединились и идем только работать во благо бельчан и бельца. Я, конечно, не ожидал такого вопроса, но я вам отвечу прямо. Он пусто слов. Это человек, который просто привык возвращаться на каких-то скандалах. Вы вспомните, 15-й год, он пришел в политику, да? Пришел в Бельце. Какой был месседж? Не помните? А я помню. Месседж был простой. О том, что он в Москве услышал, что будет объединение Молдовы и Румынии. Он не может допустить этого. Он едет в страну защищать Молдову, потому что Молдова, это должна быть независимой. Мы должны работать с Москвой. Он приехал, защищал Молдову. На скандале он попал в политику. Его выбрали мэром на этом месседже. Потом он что сделал? Убежал в 16-м году. Правильно? Просто убежал. А мы здесь остались с вами и работали во благо нашего города. Да, мы прошли репрессии Плохотнюка. Да, мы это все терпели с вами. Мы. Но не он. Он убежал и где-то сидел за границей. Где-то рыбалка у него была, где-то Мальдивы. А работали мы. Потом в 19-м году он решил вернуться. И как он вернулся? Помните? Опять на скандале. На муниципальных рынках коррупция. Коррупция и все. Капсамон ворует. Вот что он тогда заявлял. Уволили Капсамона. Ничего не доказали. Никакой доказательной базы. Не было, что он ворует, продает какие-то... А, он там рассказывал всем сказку эту, что у него есть доказательства. Прокуратура занимается. И бедный только Юрий Деомидович, власть директора рынка, который говорил, что это неправда. И это оказалось неправдой. Но он тогда вернулся на этом скандале. Сегодня надо опять возвращаться. Опять скандал. Откаты. Кто-то что-то заносит. Пусто слов. Пусто звон. Пускай придет лучше к офицерам антикоррупции. И даст показания, от которых он бегает. А антикоррупционный комитет выдал мне бумагу. То, что его слова не подтверждены. Просто я не был готов к этому вопросу. Но бумага есть. Я могу продемонстрировать, показать. С улицы Киевской у нас достигнуты переговоры. Мы сделали проект. Вы все в курсе, что было выездное правительство под кабинетом Гаврилица. Они нам пообещали. Лично спину пообещал, что только если название улицы, они помогут. Улица названия Киевская. Они помогут финансированию. Сняли Гаврилицу. Поставили другого премьер-министра. Другой премьер-министр сегодня говорит, что это не аварийная ситуация. Но сегодня есть договоренность о том, что из бюджета правительства будут выделены 100 миллионов лей. 70 миллионов мы найдем из кредита. И мы отремонтируем в 2024 году улицу Киевской. Просто на этой улице сегодня все стали пиариться. Такие же, как вы сейчас назвали, пустозвоны этого. Его же кандидат такой же пустозвон. Баташанский прогрет. Идет в сроки. Он затягивался. Мы сегодня даже идем впереди Баташан, чтобы вы все понимали. Сейчас приезжали эксперты из Бухареста. Буквально три дня назад. Где бельцам поставлена оценка плюс. Потому что бельцы успевают. Все даже идут впереди временных показателей. То есть бельцы нормально идут. Они затягиваются. Сейчас идет строительные работы в парке. Сейчас идет строится искусственное озеро. Сейчас плитка выложена. Сейчас следующий этап это строительство конференц-занов и конференц-зала в лице имени Оску. Те, кто победит другой кандидат, они не знают, что с ними делать. Они не понимают, куда они приехали. Тут пришельцы все. Там нет местных. Там все пришельцы. Один из Москвы вдруг прилетел. Мне было 30 лет. Он сюда прилетел. Он хочет резко стать примаром. Другой из Кишинева. Третий из Канады. Вот которая из Канады. Это самое опасное, которое прилетело. Потому что это представители преступника на территории нашей страны. Который сегодня занимается гипнозом. Который я прихожу на встречи, где присутствуют люди 70+. Вы понимаете, это просто гипнотизеры. Которые ты стоишь, им пообещали полтора ле электроэнергию. Им пообещали 12 лей газ. По какой трубе этот газ придет? Скажите мне, пожалуйста. Им пообещали бесплатный проезд в транспорте. Это что, извините меня, поселок какой-то. Где 3 километра дороги. Вы понимаете или нет? Бесплатный проезд в транспорте. Во всем. Вы кому врете? Они пообещали тысячу лей всем пенсионерам. Каждый месяц. В Бельцах 22 тысячи пенсионеров. Это 22 миллиона. Каждый месяц. Вы зачем обманываете? Они опять пообещали, что они оплатят счета, газ и так далее пенсионерам. Как можно бороться против этой машины? Вы посмотрите, что они сегодня творят. Талбер, которая запрещенная партия Шор, сегодня ходит по всем дворам с этой шапой. Вы понимаете, они сегодня обманывают людей или нет? Куда смотрят сегодня СИП, прокуратура? Кто позволил им прийти сегодня и обманывать людей? Вот что опасно. Тут безопасной страны опасно. Они Гагаузию обманули. В Гагаузии не выполнен ни один проект, то, что они пообещали. Ни один. И сейчас то же самое они делают в Бельцах. Для чего? Для того, чтобы в Бельцах сделать революцию. Вот для чего. Или в стране сделать революцию. Я против этого. Я воспитан в правильной стране. Я воспитан духовно и ценности, которые отец – это отец, а мать – это мать.